Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие друзья, снова и снова всех приветствую в актовом зале Срединской семинарии. Кафизма 2, Псалом 9. Для тех, кто просматривает наши записи через интернет, напомню, что данные записи осуществляются с помощью портала экзегет.ру и будут размещаться на портале экзегет.ру и на сайте Срединского монастыря, в котором и проходят данные записи. Итак, Псалом 9. Ребятый. Прежде всего, следует рассмотреть вопрос нумерации Псалмов. Вот с этого места между последовательностью нумерации Псалмов по еврейской и греческой Библии идет расхождение. В изданиях, которые основываются на масорецком тексте, это технический термин, синонимом которому мы в наших простых популярных лекциях могли бы сказать в еврейской Библии. То есть в тексте Ветхого Завета, написанном на древнееврейском языке. Псалом 9 разделен на два. На 9 и 10. На Благодарственный Псалом и Псалом Плача. Если сопоставить с синодальным переводом, то тот длинный Псалом 9, который в наших печатных Библиях встречается, в изданиях еврейской Библии будет разделен на два. С 1 по 21 стихи это будет 9 Псалом Библии Гебраика и с 22 стиха по 39 – 10 Псалом. Теперь рассмотрим некоторые различия между этими Псалмами с тем, чтобы все-таки дать ответ, что было изначальным. Два в одном или это было два разных Псалма, которые потом в греческой традиции слились. В 10 Псалме древнееврейского текста нет никакого надписания. В двух Псалмах последовательно рассматривается общая идея. В общем тексте 9 и 10 Псалма каждая строчка еврейского оригинала, за небольшим исключением, последовательно начинается с новой буквы еврейского алфавита. Всего 22 буквы. Такой способ организации текста, когда начальные буквы каждой строки соответствуют очередной букве из 22 еврейского алфавита, в науке принято называть акростихом. Это такая особая поэзия, которую мы не столько слышим, сколько видим в тексте. В некоторых древних еврейских рукописях и вульгате, в латинском переводе Библии, для тех, кто не знает, вульгата мы дальше будем употреблять это слово, поставим знак равенства латинский перевод Библии. Оба Псалма объединены в единый текст. В Септуагинте, в греческом переводе Библии, Псалмы 9 и 10 также составляют единый текст. По всей видимости, греческий текст, как нам кажется, отражает более древнюю форму существования этих Псалмов в виде единого текста. И в русском синодальном тексте нумерация соответствует греческой Библии. Итак, то, что мы в дальнейшем будем называть 9-м Псалмом, просто вам к сведению. В английских, некоторых немецких и иных иноязычных Библиях будет разделено на два. Вы должны это учитывать. Перейдем, собственно, к Псалму. Автор Псалма принадлежит к обществу каких-то богобоязненных людей, которые себя по тексту называют бедными, смиренными и в то же время знающими имя Божие. Тот, о котором идет речь в Псалме, угнетен нечестивым противником – бедный, страдающий, несчастный. Хотя по внешней форме этот плач кажется очень личным обращением к Богу, но в описанной в нем обстановке мы можем догадаться, что он первоначально публично исполнялся во время какого-то ветхозаветного праздника. Почему? Потому что помимо личных обращений к Богу, в нем утверждаются, во-первых, важные вероучительные тезисы. «Господь пребывает вовек. Поэти Господу, живущему на Сионе, познан был Господь по суду, который он совершил. Господь здесь восседает на троне, как праведный судья, и как царь судит народы и всю вселенную. Враги псалмопевца – это не маленькие группы его личных противников, но целые народы, города которых Господь вырывает с корнем». Указание на Давида в надписании 9-го псалма, безусловно, объясняет, почему плач одного человека мог приобрести национальное значение. «Впоследствии частный молитвенный плащ об избавлении от врагов, вероятно, стал регулярно возноситься пред Богом в Иерусалимском храме». Текст псалма передает ту напряженность, которая связана с испытанием веры праведника. Хотя Давид старался всегда ходить путями Господними, Бог в минуту скорби словно отошел в сторону. Нечестивые надменно хвалятся своим богатством. Уста их полны коварства. Подстерегают они бедного и говорят про себя, Бог забыл, не взыщет, закрыл свое лицо. Уверенность и недоумение идут рука об руку на устах у псалмопевца. Бог должен быть праведным судьей, но он не действует. Такая полярность уверенности и сомнений характерна для многих псалмов. Она является частью духовного опыта для многих чувствительных людей и сегодня. Мы можем здесь заметить следующее, прежде чем мы перейдем к рассмотрению текста. Вера вообще не дает легких ответов на причины существования в мире жестокости и грубости. Но вера заставляет нас на более глубоком уровне искать ответы на те вопросы, которые поднимают сложные обстоятельства жизни. И вот об этом речь пойдет в этом сложном, но, на мой взгляд, очень актуальном псалме. Псалом начинается со слов благодарности, похожих на окончание седьмого псалма или на начальные стихи многих других псалмов. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твоя». Бог показал свой характер посредством всех его чудных дел. Слово, переведенное здесь на русский язык как «чудеса», может указывать на некий необычный, непостижимый для понимания чудесный акт Бога, который невозможное для человека делает возможным. Чудесные дела его, в первую очередь, согласно Библии, связаны с исходом евреев из Египта, с заселением земли обетованным. Это прославляется во многих псалмах. Верой псалмопевец устремляется в будущее, и как пророк видит его, словно уже исполнившимся. В стихах 4, 5, 6 один и тот же глагол «погибать» сначала употребляется в будущем времени, приткнуться, погибнут враги, а потом в прошедшем времени «ты произвел суд, погибли мои враги, обращены назад» и так далее. Псалмопевец вручает себя в руки праведному судьи, который по справедливости совершит судебное разбирательство. Исполнение данного псалма за храмовым богослужением должно было быть особо торжественным, поскольку чудные дела, видимо, уже свершились. Какими бы ни были бы массивными стены вражеских городов, какими бы могущественными ни были бы народы, забывающие Бога. Память о них канула в лету. По-славянски погибла с шумом. Много было народов, и здесь мы можем сделать такую ремарку. Древний Египет, Ханаан, Осирия, Вавилон, которые до сих пор очаровывают ученых и археологов своей развитостью. Однако память от них канула в лету. Для многих современных людей история этих стран полезна всего лишь как заметки на полях по отношению к истории израильского народа. Они соперничали с ним, но, конечно, Израиль был слабее и уступал и в военной мощи, и в культурном значении. Но как народ Божий сохранил свое существование до сих пор и передал нам живую веру в Бога. Когда в дальнейшем я буду ссылаться на народ израильский, то здесь я замечу, что в библейском понимании словопотребления я, прежде всего, буду вести речь об эпохе до Рождества Христова. То есть о том периоде, когда не было еще разделений на христианство и иудаизм. На том периоде, который все подготавливал к тому, чтобы принять Мессию. С точки зрения богословия апостола Павла, новый народ, новый Израиль – это христиане. В следующих стихах речь идет о том, что Господь пребывает вовек. В этих словах святитель Иоанн Златоуст видел указание на неизменяемость существа Божия. Данный вывод приходит ему на ум при сравнении разных греческих переводов, существовавших в его время. Он очень часто в своем тексте ссылается на переводы с древнееврейского на греческий, таких лиц, как Симах, Федотион, Акила. В современных изданиях толкования на псалмы Иоанна Златоуста вы увидите, что он постоянно разбирает разницу в переводах, а в некоторых случаях ссылается и на еврейский текст. Итак, вывод в отношении неизменяемости существа Божия для святителя Иоанна связан с еврейским понятием «воссел», который указывает на то, что Господь воцарился на своем троне вовек. Господь, как судья праведный, является прибежищем угнетенному, находящемуся в скорби. Причиной, по которой сердобольный Бог не оставляет такого человека, согласно этому псалму, заключается не столько в том, что он сирота, бедный, нищий, угнетенный, сколько в том, что он ищет Господа, и еще раз мы в 11 стихе встретим это понятие, и знает имя его. Конечно, предпосылкой написания псалма могла быть вполне земная ситуация. Притеснение врагов приводит к состоянию психологического угнетения и фактической бедности. «Однако, судя по тому отношению к нищим, которые мы впоследствии находим в Евангелии, блажены нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Лучше было бы в 9-м псалме искать прежде всего религиозный контекст. Благочестие – это путь к приобретению смирения. Такая духовная нищета, при которой возникает потребность в Боге. В противоположность ищущему Бога, в данном псалме рисуется портрет человека надменного, который не ищет Господа и даже не верит, что Господь сам его взыщет. Хотя во времена Давида и его потомков народы Ближнего Востока были достаточно развитыми, но здесь мы видим пример таких нечестивцев, которые словно подстраивают религию под себя, демонстрируя тем самым свое фактическое неверие ни в Бога, ни в богов, подобное современному атеизму. Нечестивец по псалму – злой и корыстолюбивый человек, преследующий бедного, уста его полны проклятия, а пальцы подобны когтям. Он ищет не Бога, а ищет крови. В противовес ему автор псалма ставит Бога, который приводит преступников к ответственности за пролитие человеческой крови и сам взыскивает за кровь. 13 стих. Господь стирает с земли их нечестие, пока об этих людях не останется всего лишь одно воспоминание. Нечестивые гибнут, а все угнетенные приглашаются собраться вместе прославить Господа, живущего на Сионе. Находясь в опасной для жизни ситуации, псалмопевец просит Бога помиловать его. Врата смерти, о которых речь идет в 14 стихе, противоставляются вратам Иерусалима, которые здесь, как и у пророка Исаия, по-другому называются вратами дочерей Сиона. Безусловно, изначальной задачей автора было обратить внимание молящихся на иудейский храм, находящийся в Иерусалиме. Однако в христианской апологетике очень быстро под понятием Сион стал пониматься небесный Иерусалим как символический образ места обитания Бога на небесах. Место в кавычках. Согласно посланию к евреям, цитирую, «Вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму». В следующих стихах нечестивый и народы рассматриваются как синонимы. Как нечестивый уловляется своими же делами, так и народы падают в яму, которую вырыли другим. Слова «яма» и «ад», которые здесь являются синонимами понятию «шоу», «гроб преисподня» обрамляют понятие «суд». Суд состоит не в том, что Бог карает злодеев, а в том, что они сами падают в свои сети и в итоге, не желая знать Бога, отправляются туда, где такие же, как они, меньше всего хотят о Боге говорить, то есть в ад. Напротив, Бог не забудет угнетенных. Как сказано буквально в греческом тексте, «терпение бедных не разрушится вовек». «Восстань, Господи!» Так начинается 20 стих. Этот призыв в первую очередь обращает внимание на силу и на власть Господа. Народы, которые бросают вызов Богу, должны помнить, что они всего лишь смертные люди. Об этом говорит очень характерный термин в еврейском языке, указанный «энош». Блаженный Феодорит дополняет, что акцент на человеческой природе людей здесь сделан не случайно. Это не только должно было вразумить людей, что они не боги и не ангелы, но и дать намек, что они должны быть выше зверей. Люди, восстающие против Бога, призываются по крайней мере оставить жизнь звероподобную по мысли блаженного Феодорита. Страх, который они хотели навести на других людей, вернется к ним, и они сами станут жить в страхе. Они попадутся в коварные планы, которые замыслили против других людей. Здесь надо заметить, что в 21 стихе вместо слов «Наведи, Господи, страх на них» в греческом переводе стоит выражение «Поставь, Господа, законоположителя над ними». Если по Филону Александрийскому, греко-говорящему Иудею, толкователю священного писания первого века нашей эры, под законоположителем понимался Бог, такую же идею мы встретим в послании апостола Якова, 4 глава, то уже со II века христианские экзегеты видели в этом законоположителе указание на Иисуса Христа. Итак, «Поставь, Господи, законоположителя над ними». Поставлением законодателя Господа, наводящего страх и народов, которые всего лишь в человеке, завершается девятый и начинается десятый псалом по еврейской Библии. В греческом переводе между двумя частями единого псалма стоит загадочный термин «диапсалма». Буквально мы бы перевели бы, что через псалом, через псалмы. Скорее всего, этот термин указывает на некую музыкальную интерлюдию, перерыв, перемену мелодии в исполнении псалмов. Но мы продолжаем дальше нумерацию по греческой Библии. 22-25 стихи. «Пренебрежение Господом было строго запрещено в законе Моисея и рассматривалось как тяжелое преступление. Нечестивцы обманывают других людей, нанося им раны, злыми, оскорбляющими словами и своими жестокими действиями против тех, кто не в силах себя защитить. Нечестивцы – это разбойники, подстерегающие в потаенных местах. Они – преступники, устраивающие засаду подобно льву, набрасывающимся на ничего не подозревающие жертвы. Они – охотники, которые ловят добычу в свои сети. В глазах псалмопевца отказ таких людей принять власть Бога над собой, ведет их к отказу признавать права других людей. Эта тема проходит сквозь всю Библию от начала до конца. Конфликты в человеческих отношениях коренятся в отчуждении от Бога. Восстание против Бога в Эдемском саду, убийство Каином Авеля, немедленно сопровождается первой смертью. Неудивительно, что чуткое социальное сознание по книге «Второзаконие» находилось в рамках основной заповеди «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душей твоей и всеми силами твоими». Иисус Христос, как мы знаем, впоследствии соединил эту заповедь с другим наставлением из книги Левит. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Итак, поставление этой первейшей заповеди о любви к Господу в сознании древних евреев уже предполагало, что человек, любящий Господа, будет любить других людей. Здесь мы можем сделать небольшое отступление и привести одно из крылатых выражений блаженного Августина. У него много из подобных фраз «Люби Бога и делай, что хочешь». Если человек будет любить Бога, то все желания его будут одухотворены, и то, что он хочет, будет божественным. Итак, на первом месте – любовь к Богу. Есть еще одна особенность жизни нечестивых по данному псалму, и она смущает псалмопевца. Согласно первому псалму, нечестивцы, в отличие от праведников, не будут процветать. Они, подобно праху, будут рассеяны ветром на все четыре стороны. Но перед своими глазами в девятом псалме мы видим, что нечестивые процветают, смотрят с пренебрежением на своих врагов и далеки от них суды Божии. Освобожденные от божественного правосудия и неуязвимые для человеческого возмездия, такие нечестивцы утверждают, что они живут в безопасности, не тронуты никаким несчастьем и никакой катастрофой. Эти жестокие и коварные враги, которым сопутствует успех и кажущаяся стабильность, обозначаются в псалме общим словом нечестивцы. Зачем нечестивый пренебрегает Бога? Этот вопрос вызывает у псалмопевца недоумение. Этот же вопрос возникал на устах у многих псалмопевцев постоянно. Мы можем привести многочисленные примеры из других псалмов. Недоумение почему вызвано чувством изоляции? Почему Бог так далек? Почему Бог в милостивом присутствии, которого раньше радовался псалмопевец, кажется, словно засыпает в трудные времена, когда больше всего нужно его деятельное участие? Жалобы на то, что Бог закрывает свое лицо, 32 стих, постоянно звучат в устах псалмов плача. Цитирую 87-й псалом. «Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лице Твое от меня? Не скрой от меня лица Твоего, Ты был помощником моим, не отверни меня и не оставь меня». 26-й псалом. «Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь наше и угнетение наше?» 43-й псалом. Можно привести и другие примеры. В таких словах нет ощущения тихого и безропотного принятия своего жребия, несения своего креста. Скорее можно говорить, что здесь звучит протест, апелляция к Божьей справедливости. «Несмотря на протест и сложные вопросы, которые поднимает псалмопевец, он обращается за рукой помощи к Богу. Он убежден, что то, что он сейчас испытывает, не может быть вечным. Бог видит притеснение угнетенных и стоит на стороне беспомощных и уязвимых. Ему можно доверять, чтобы сломить мертвую хватку нечестивых и укрепить сердце, дать новую силу нуждающимся». Псалом заканчивается на ноте уверенности в Боге. «Господь – царь навеки». Он возьмется за дело сироты и угнетенного. По Ветхому Завету Бог всегда заинтересован в том, чтобы защищать социально незащищенные категории населения. Мы видим трехчастность некоторую. Он защищает вдов, сирот и пришельцев во многих книгах пророков, которые упрекают Израиль, что он не следует закону Божию и не покрывает, не защищает, не совершает справедливый суд по отношению к сироте, вдове и пришельцу. Бог описывается, согласно другим псалмам, как отец сирот и вдов, как отец сирот и судья вдов. Двигаясь по стихам псалма от начала до конца, мы словно наблюдаем, как мысль псалмопевца вращается по кругу. Сначала он переходит от уверенности в первых стихах к растерянности, к 22 стиху, а затем от растерянности и в конце псалма к уверенности в Боге. В наши дни, как и в древности, христиане находятся в центре духовной борьбы, смущаемые кознями дьявольскими по посланию Кефесина. Они, как и автор 9-го псалма, могут укрепиться могуществом силы Господа. Но если автор 9-го псалма описывает противостояние угнетенных и нечестивых, то по апостолу Павлу показывается всеобщая греховность человечества. Все согрешили и лишены славы Божией. Апостол Павел подчеркивает, что наше спасение является не результатом наших собственных усилий, а добровольной искупительной жертвы за нас, Иисусом Христом. Хотя Христос был убит руками беззаконных людей, но Бог по книге деяний воскресил его, расторнув узы смерти. Греческое надписание псалма о тайных сына в свое время подавало повод святителю Афанасию Великому видеть в этом псалме указания на сокровенные дела Спасителя, рождение его воплоти от Девы через Святого Духа, необыкновенные и чудодейственные силы, сама смерть, сошествие в ад и воскресение из мертвых. Блаженный Феодорит Кирский, сравнивая переводы Симмаха, Акилы и Федатиона, делает вывод, что все переводчики его времени указывали на сына. Блаженный Феодорит полагал, что сокровенность тайной владыки Христа заключалась в том, что она была сокрыта не только от простых людей, но и от самих апостолов. Когда Господь восходил в Иерусалим и наедине пояснял ученикам, что совершится все, написанное о нем через пророков, слова сии были для них сокровенные, и они не разумели сказанное по Евангелии от Луки. Тайну премудрости Божией по апостолу Павла никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа слава. Тем не менее, в данном псалме по блаженному Феодориту Кирскому обращение псалмопевца идет не от лица Спасителя, но, напротив, воспевающий псалом человек обращается ко Христу как к благодетелю, произносится этот псалом ощутившими на себе его благодеяния. В своем комментарии на псалмы святитель Иоанн Златоуст выступает категорически против той идеи, что якобы Господь стремится физически стереть грешников с лица земли. По мнению Златоуста, речь в псалме идет не об уничтожении самих нечестивцев, а о неспровержении господства нечестия, сокрушении силы и власти нечестивцев. Более того, по Златоусту автор псалма проявляет заботу о порочных людях, показывая, как много зол происходит по причине крестолюбия и невнимательности, гордость, ленность, зависть, тщеславие и другие гораздо больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова